МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно сказать, многострадальная тема, потому что закон есть, есть многодетные семьи, но почему-то нет земельных участков. Да, да. Проблема вообще неработающих или малоработающих законов, она, к сожалению, стоит очень остро. И вот на июньской сессии наш парламент, в общем-то, попытался как-то решить эту проблему, ну или, по крайней мере, немножко облегчить состояние. Ну, кто не знает, скажу в двух словах, что у нас по закону семья, в которой родился третий ребенок, имеет право на получение земельного участка для строительства жилого дома, но с оговоркой, с коммуникациями и со всей инфраструктурой, которая для этого необходима. И вдруг стала происходить вообще очевидная вещь, да, и ожидаемая вещь, что просто люди эти участки не получают, потому что на все обращения к местным властям они говорят, у нас таких участков, извините меня, нет. Поэтому в результате очередь накапливается. Особенно эта проблема остро стоит для городов, как вы понимаете, и в первую очередь, конечно же, для краевого центра. Там очередь, по-моему, 10 или 12 тысяч человек, да, я не ошибаюсь? Порядка такого. И вот, по моей информации, допустим, в прошлом году там один или два участка получили. Это, конечно же, смешно. Местные власти говорят, что им нужны средства для... Подведения коммуникаций, видимо, да? Да, земля-то есть, но нужно туда заложить коммуникации, это очень дорого. И они говорят, дайте нам деньги, мы, соответственно, эту проблему решим. Хотя тут тоже есть одна очень серьезная проблема. Когда такие деньги находятся, допустим, в Шипуново, на окраине села, выделили участок, провели коммуникации, освоили 216 миллионов рублей. Но есть одна маленькая деталь. На болоте это все практически. Поэтому сегодня это такая пустыня, где проведены дороги, где стоят фонари, где есть коммуникации, и нет зданий, и никто там строить не хочет, потому что жить на болоте не очень уютно. Поэтому этот вопрос подняла недавно счетная палата, совершенно справедливо. Это очень, да, серьезный вопрос. И почему, и как, и кто освоил эти деньги, закопав в прямом смысле их в землю, нужно разбираться. Как проводились исследования этого участка, это же безобразие. Тем более люди там живут, это их родная земля. Неужели они знают, что там, заболоченное место, или грунтовые воды хотя бы. Я еще в период избирательной компании туда приезжал и видел своими глазами, и бил на банк, вы что делаете? Ну вот, видно, уже деньги были выделены, их надо было освоить. Это другая проблема. Но, возвращаясь вот к проблеме участков, да, очередь не двигается, у людей есть льготы, есть право на получение. Ну вот в итоге у нас родилась идея, ну точнее у исполнительного власти, края родилась идея, сделать две поправки. Первая поправка, и мы ее приняли, забегая впервые, хочу сказать, да, первая поправка, все-таки разрешить, во-первых, выделять участки в других муниципалитетах. То есть, условно, живет человек в Барнауле, но мог бы получить участок в соседних районах. Ну, в Павловском районе, да, в Первомайском, да, на Алтайске, может быть, есть такие, да. То есть, это можно, да, это первый такой посыл, и это действительно немножко расширяет возможности для людей. Но второй спорный, и наша фракция с оговоркой приняла вот эту поправку, связанная с тем, что теперь семья, если она нашла участок, свободный участок, может претендовать на него и попросить муниципалитете выделить этот участок. То есть, теперь многодетная семья должна сама немножечко посмотреть, найти этот участок. Это не обязательно, должна быть какая-то специальная территория. Может быть, действительно, где-то в населенном пункте нашлась территория, и туда, соответственно, эти земли можно выделить и, соответственно, начать там строительство. Ну, а вопрос-то остается, коммуникации-то кто будет подводить, Влад? Но считается, что эти участки в черте населенного пункта, где уже есть коммуникация. То есть, может быть, там был даже дом, возможно. Может быть, там сейчас пустырь, может быть, еще что-то произошло. Может быть, там какая-то территория сейчас условно заброшена. Но есть вот одно большое «но», и мы его подняли, и опасаемся, что это может произойти в итоге. Теперь преимущество получают те многодетные семьи, у которых есть доступ к информации. Потому что земля, это очень специфическая вещь. Потому что нужно понимать, какой участок пустой, какой нет. Нет, это нужно иметь доступ к базам данных. И вот тут получается, что… Можно найти такой участок в центре какого-то села, населенного пункта. Может быть, сейчас они вдруг выяснятся. И ожиданно, да, кто-то получит эту землю. У нас на сессии даже возник, один депутат выступил, сказал, да, а где гарантия того, что сейчас не найдут несколько небогатых многодетных семей, возьмут под них какой-то участок, потом у них выкупят, и там построят что-то такое. То есть тут открываются, скажем так, некие возможности для, может быть, не самых правильных вещей. Поэтому наша фракция, мы конструктивная позиция, справедливая Россия. Поэтому мы в данном случае поддержали этот законопроект, понимая, что это все равно хоть чуть-чуть расширит возможности для многодетных семей. Но, большой оговоркой, мы попросили вернуться к, скажем так, к рассмотрению опыта реализации закона. То есть через год, если надо, регулярно возвращаться, смотреть, кто получил, на каком основании, нет ли тут злоупотребления и так далее. Потому что очень тонкая вещь. Ну а по большому счету мы продолжаем, наша фракция продолжает настаивать на том, что, ребята, давайте вложим средства в развитие вот этих участков для строительства. Пусть у нас есть средства, у нас, извините меня, бюджет прошлого года, мы закончили с профицитом 8 миллиардов рублей. Ну вот они средства. То есть остались 8 миллиардов, да? Остались, мы не освоили. У нас бюджет 100 миллиардов, 8 из них мы не освоили по итогам прошлого года. Так вот, вот они деньги. Давайте. Земли у нас много, слава богу. Да, давайте сюда проведем эти коммуникации, раздадим людям землю многодетную. А там не только многодетную, там есть участники боевых действий, у них тоже льгота есть. И они вообще уже даже не надеются получить эту землю. А мы-то с вами понимаем, что каждый рубль вложенный в строительство дает 3 рубля прибыли в других отраслях. Поэтому если вы хотите запустить экономику региона, ну вложитесь сюда. Люди начнут строить жилье, начнут оживлять экономику. Вот он рецепт. Ну вот, надеюсь, что сейчас у нас в регионе новые власти, прогрессивно мыслящие. Я думаю, что надо ожидать позитивных изменений. В двух словах о генеральном плане. Барнаула тоже многострадальная тема. Понятно, что она тянется годами и десятилетиями. Вот очередной генплан. Позиция вашей партии. Ну, именно наша партия активно тему генплана всегда поднимала. Потому что мы понимаем стратегический документ для развития Барнаула. Более того, вот помните, полтора года назад была история, когда генплан был не принят. Мы принимали в этом активное участие. Я имею в виду, вне допуска принятия того варианта плана. Сейчас мы решили пойти по-другому. Мы пригласили экспертов, очень серьезных, уважаемых экспертов. Представителей также и городских властей, и краевых властей. И, в общем-то, экспертное, мы это называем так, экспертное общественное слушание. То есть, это стало первым публичным мероприятием обсуждения этого генплана. Ну, что могу сказать? Времени мало, но есть, конечно, вопросы. Есть вопросы и серьезные. Не нравится нам то, что зеленых зон мало. Не нравится, что посегновение идет на ленточный бор, вот на горной части. Но хотя здесь тоже власти уже услышали требования общественности. И существенно сократили ту территорию, которую хотели выделить под застройку. Там в разы сократили. Но все равно еще кусочки с непонятным статусом. Но есть сильные стороны. Мне, например, понравилось, и я идею давно отстаивал, что необходимо новая магистраль для соединения центра и спальных районов, то есть красноармейский, продлить в районе ЖД вокзала, либо подземный, либо надземным путем. И в результате немножко снять проблему транспортной доступности. Из критики эксперты вы обозначили проблему дефицита зон для, ну, помимо зеленых зон, да, дефицит территорий для промышленного строительства. Потому что мы понимаем, что городу все равно нужно развивать промышленное строительство. Ну, и споры идут о том, все-таки, какой обход нужен Барнаулу. То есть там в генплане заложен южный обход с Миногорской трактой и туда в сторону Бийской трассы. А мы все-таки говорим, что нужен северный, это больше возможностей даст. Но это детали, потому что все-таки главное, мы, наверное, считаем, что, ну, наверное, нужно принимать, потому что без генплана сегодня стоят очень многие вещи. Эксперты об этом говорят, да, что надо хотя бы что-то принять, потом, может быть, дорабатывать. Может быть, сегодня я рад, что это повод для дискуссии о развитии города, да. Поэтому мы не стали вот тут обострять вот эту ситуацию, да. Мы видим, что есть диалог. Мы надеемся, что наши предложения будут включены, да. Ну, и, соответственно, тогда есть возможность получить документ. Ну, и надо начинать уже прорабатывать следующие. Потому что, честно говоря, я не увидел стратегии развития Барнаула. Я не вижу, чтобы власти видели будущее, барнаульские власти. Но я думаю, что вот эта дискуссия, она нам заставит все-таки по-новому взглянуть на Барнаул, потому что, ну, сегодня Барнаул, ну, как бы то ни было, это главный локомотив развития нашего региона. И поэтому здесь нужно поработать. Поэтому мы, естественно, предложения обозначили, мы будем их отстаивать. Ну, посмотрим, как дальше будут происходить события. Но это хорошо, что процесс идет, движение идет. Я надеюсь, что получится хороший взвешенный документ, который даст городу новый импульс. Да, ну, конечно. Я думаю, что и доработки эти будут, безусловно, потому что администрация города открыта. И она действительно уже вносит какие-то поправки, которые экспертное сообщество вносит. Ну, нам пришлось немножко приоткрывать ее, потому что была попытка, значит, генплан в кулуарном режиме принять. Но вот все-таки на наши предложения отликнулись, и дискуссия идет более, ну, скажем так, широко с привлечением горожан. Открыто, да. Ну, будем следить за этой темой. Владислав, большое спасибо за беседу. Удачи, до новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском крыльевом законодательном собрании Владислав Вакаев. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok